Друзья, всем привет! Вы на канале Mobile Style. Сегодня 19 ноября. Сегодня стартовали продажи в Беларуси. Я оформляла предзаказ. Ссылочку на этот ролик оставлю в описании. И сейчас иду уже забирать поиску. Хотела пойти к 10, к открытию магазина. Но ходила в поликлинику с ребенком. Думала, что нас даже в больницу положат. Думала, вообще поиску не смогу забрать. В итоге все нормально, мы дома. Но пойду немножко с опозданием. Количество приставок, привезенных сегодня в магазин, тоже будет ограничено. Поэтому желательно идти сразу. Я оформляла предзаказ в магазине Пятый элемент. Когда я оформляла, оплатить нужно было 169 белорусских рублей. То есть, стоит 1600. Спустя, наверное, неделю после начала предзаказа, уже нужно было предзаказ оплачивать полностью. То есть, 1600 белорусских рублей. Сейчас в магазине приставок нет вообще в наличии. Просто в свободном доступе, чтобы прийти и купить. Можно их купить только в интернет-магазинах. В интернет-магазинах они стоят 2300-2600 белорусских рублей. Моя в официального магазина выходит на 1600-1599. И здесь у меня оплаченный сертификат на джойстик. Вот, 199 белорусских рублей. У нас масочный режим везде ввели. Ну, правда, ходят некоторые без масок. Процентов 20, наверное. Я имею в виду в помещении, в магазинах. Но обслуживают ничего страшного. Типа, можно без маски на твоей совести. Неудобно постоянно снимать, одевать маску. В аптеку-то... Сейчас в магазин иду. Выпал снег у нас недавно. Остатки. Снега было много. Растаял на следующий день. И вот как это все выглядит. Как осень. В каком-то видео писали, что у нас пустой город. У нас город небольшой. 220 тысяч населения. Но я уже так привыкла. Вроде обычно будний день. Вот. Столько людей на остановке. Мне уже кажется обычное дело. Столько людей вокруг. Ну, идешь себе просторно. Никто не мешает. Места достаточно. А когда написали, со стороны действительно кажется пустой улица. Как будто какой-то небольшой городок. Вот. Я уже пришла. Иду я в пятый элемент. Звонила два дня назад. Будут ли... Будут ли в наличии приставки. Сказали, что уже идет отгрузка. И прислали сообщение. Короче, приставки еще нет. Время сейчас 10.30 уже. Я хотела прийти к 10. Вообще магазин пустой. Никого нет. Думала очередь будет за приставкой. Но оказывается нет. Нет там очереди. Сказали, только пришла машина. Пока ее разгрузят. Пока все там разложат. Придет смс. Приблизительно через час. Через полтора. Наверное, как-то не совсем хорошо организовано. И подготовлено. Потому что сегодня 19 число. Могли вчера эту машину прислать. Для того, чтобы с 10 утра уже были продажи этой приставки. Сегодня старт продаж. Нет в наличии пока еще. Иду домой. Обратно вернусь. И еще привезли всего 8 штук в этот магазин. Пятый элемент. У нас таких два магазина в городе. Второй находится в другой части города. Ну, то есть, вообще мало купили этих приставок. 8 штук. Ну, пускай по всему городу 16. Максимум 20. В лучшем случае. Наверное, как-то немного это. То есть, количество товара действительно очень ограничено. Если в свободной продаже нет. Время 12.30. Спустя 2 часа прислали смс-ку о том, что ваш товар поступил. Приходите. Буду забирать. Обратно, наверное, поеду на такси. Потому что приставка будет тяжелая. Мне идти недалеко. Но тащить особо не хочется. Забрала я приставку. Джойстик еще не пришел. Придет отдельная смс-ка. Блин, маска какая-то кривая. Жду такси. Потому что приставка тяжелая. И сейчас поеду домой распаковывать. Идет мужчина такой предпенсионного возраста. Говорит, что-то вся молодежь с одинаковыми коробками. Подходит ко мне. Говорит, что это вы такое купили? Я говорю, приставка игровая. Говорит, дешевая? Я говорю, 1600. Он такой, понятно, дешевая. Отходит. Подумал такой. Подумал. Говорит, 160? Я говорю, нет, 1600. Он подумал, что какая-то распродажа. Что все тут выходят с этими приставками. Получается, что в одно время отправили смс-ки. Что пришла приставка. И поэтому сразу выходило человека 3-4 с одинаковыми коробками. Показывать распаковку, наверное, смысла нет. Я все распаковала. Сейчас я вам покажу все выложенное на столе. И потом, как я подключу уже к телевизору. Итак, смотрим, что в комплекте. Гарантийный талон. Чек 1600 белорусских рублей. Вот сама консоль на фоне цветовой батареи. Можно ее ставить в вертикальном положении. Также есть подставка для того, чтобы она находилась в горизонтальном положении. Но мне кажется, это будет не совсем красиво. Здесь же есть еще кабель HDMI для зарядки джойстика. Кабель Type-C. Сам джойстик. По форме, кстати, он очень удобный. И вот сама коробка. Коробка. Упакована была вот в такой картон. Сама приставка. Приставка. Я когда такси вызвала, таксист приехал, говорит, давайте в багажник. Я говорю, вы что, это же приставка? Говорит, в багажник ложите. Я говорю, не положу с собой, возьму в салон. Ехала вместе с приставкой, потому что, говорю, вы что в багажнике? Она там упадет на повороте и все. Здрасте, пожалуйста. Еще интересная такая структура самого джойстика. Сейчас покажу поближе. И приставки. Здесь миленькие-миленькие логотипы компании. Здесь миленькие-миленькие логотипы компании. По первым впечатлениям работает быстро. Очень красивый интерфейс. Бесшумная, стильная, современная. И запланированная кустанка. В общем, обработала и практические видео, захожу на Куфор. Куфор у нас такая платформа в Беларуси, самая распространенная для объявлений. И вижу, что приставки уже начинают перепродавать. Итак, посмотрим. Смотрите. Самая высокая цена 5000 белорусских рублей куплена в пятом элементе. Сегодня продают в Минске. При том, что купили приставку в пятом элементе за 1600. Дальше идут 3200, 3200, 3200, 333, 2900, 333, 2800, 2700, 2600, 2600 и так далее. Бизнес по-белорусски. Я дала сама объявление за 2500, просто чтобы проверить спрос на эту приставку. Тут же начали писать. Куплю за 200 прямо сегодня, за 2 продай, цену с торгу 500 рублей. Учитывая, что я купила за 1600, 2 продать за, я не знаю, буквально за пару часов плюс 400 рублей. Это средняя зарплата в нашем городе в месяц. Представляете, какой ажиотаж на эту приставку. Естественно, я ее продавать не буду, потому что я читала поставки до Нового года точно не будет. Ближайшие поставки будут только после Нового года. А после Нового года цена зависит от доллара, будет неизвестно какой. Потому что в интернет-магазинах цены уже поднялись до 3000. Когда я выходила с утра и записывала видео, цены были 2300, 2600. Сейчас интернет-магазины уже продают некоторые по 3000 белорусских рублей. Объявления на куфоре сейчас основные купят, раскупят. Долго эти объявления не провисят, однозначно будут покупать даже дороже. Ну, а на этом влог подходит к концу. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал и обязательно пишите ваши комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok